Кабачковый икру Здравствуйте! Сегодня приготовлю кабачковую икру. Этот рецепт из тех, которые существуют в нашей семье много лет без изменений. Для заготовок овощи я взвешиваю в подготовленном состоянии. Кабачок очищен, семечки удалены. Лук и морковь очищены, у помидоров удалена плодоножка. Кабачки, 2 средние луковицы, 2 средние моркови, 300 г помидоров, 3 ч.л. сахара, 1 ч.л. соли, половина ч.л. сухого чеснока. Свежий чеснок я не очень люблю в заготовках использовать, потому что он все-таки способствует брожению. Также нужно будет 60 мл растительного масла для жарки. Также мне будут нужны простерилизованные банки с крышками. Как я их стерилизую я уже неоднократно рассказывала. Если информация нужна, в описании к видео будет ссылка на ролик с леча. Там все есть. Для начала все овощи я нарежу довольно крупными кубиками. Лук, морковь, кабачок, обжариваю и обжариваю вместе минуты 3. Выкладываю кабачок. Обжариваю 5-6 минут. В принципе можно жарить сразу в кастрюлю. У меня кастрюля из нержавейки и я бы не хотела, чтобы там что-то пригорело. Если у вас антипригарное покрытие, то пожалуйста. Также если вы делаете две порции, а вообще у вас очень много, возьмите две сковородки. После этого нагрев уменьшаю, добавляю помидоры, соль, все перемешиваю. Закрываю крышку и оставляю тушиться до полной готовности овощей. Иногда буду приподнимать крышку, проверять овощи на готовность и помешивать. И заодно можно будет убирать кожицу от помидоров, если какая-то отстанет. Но если что-то останется, ничего страшного. Вот хочу показать, кожица отстает и ее очень просто снять. Но можете, конечно, предварительно ее и очистить. Так как самая жесткая здесь морковка, ориентируюсь на ее готовность. Когда все овощи готовы, у меня на это ушло 20 минут, их нужно либо пропустить через мясорубку, либо сложить в кастрюлю и измельчить блендером. Оставшийся сок, естественно, нужно добавить к овощам. Добавляю сахар и сухой чеснок. И все измельчаю до однородности. Получается вот такая красивая на цвет однородная масса. Возвращаю кастрюлю на плиту. И теперь нужно всю эту массу довести до кипения и прокипятить 5 минут. Она должна у вас очень хорошо прогреться. Я специально взяла такую большую кастрюлю, потому что когда масса начинает доходить до кипения, она начинает булькать, стрелять. И лучше, если емкость будет высокая. Здесь вам придется постоять кастрюле рядом и помешать. Иначе икра может подгореть. Промешивайте ее хорошо по всему дну. Во-первых, она не подгорит, во-вторых, будет равномерно прогреваться. Вот смотрите, как начинает стрелять. И вот в этот момент важно не дать ей подгореть и забрызгать все окружающее пространство. И когда вы икру хорошо прокипятили в течение 5 минут, время считаем с момента закипания, переставляем ее на самую маленькую конфорку на самый минимальный нагрев. И осталось разложить икру по подготовленным банкам. Кстати, не забудьте, что воронку тоже надо прокипятить. Старайтесь, чтобы банка была полной, но не через край, иначе все горлышко у вас будет в икре. Закрывайте крышкой. И переворачивайте. Таким же образом поступайте со всей остальной икрой. Когда наполните и переверните все банки, накройте их чем-либо теплым и оставьте до полного остывания. Из данного количества продуктов у меня получился ровный литр икры. Это баночки по 250 миллилитров. Буквально столько осталось, чтобы как раз попробовать. Несмотря на незатейливость, эту заготовку я очень люблю. Могу есть ее без всего, просто так, ложкой из банки. Ее даже не обязательно заготавливать. Можно просто приготовить и есть. Это очень вкусно. Вот такая кабачковая икра у меня получилась и обязательно получится у вас. Заготавливайте, ешьте с удовольствием зимой. А я желаю вам приятного аппетита! Благодарю за просмотр, за ваши лайки и комментарии. Желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok